Привет! Сегодня я расскажу тебе про деньги и стероиды. Я лучше сожгу эти деньги. Вы когда-нибудь слышали слово «мажор»? Блю, я все-таки бокару 19 века, это первая половина 19... Сам бокал первой половины 19 века, да? У Бутина в курятнике такого нет. А слышали выражение «хороший пункт дороже денег»? Так вот, и слово, и выражение касается наших любимых истероидов. Потому что им в первую очередь очень важно казаться кем-то, но не быть им на самом деле. Для истероида вся жизнь игра, а люди в ней актеры. Поэтому истероид тратит все свои сбережения на то, чтобы казаться кем-то. Нет такого еще цвета вообще, в принципе, не только гелика, но и вообще других... Как это? На то, чтобы создать себе презентабельный внешний вид, обзавестись социальными маркерами, такими как машины, не знаю, цепочки, айфоны и так далее. При этом сам истероид может жить где-нибудь в гараже. Для истероида зона комфорта – это его внешний вид и социальные маркеры. В общем-то, исходя из вышесказанного, легко понять, что истероиды не скупятся на все эти социальные маркеры. Таким образом, вы, наверное, уже поняли, что, соответственно, у истероида не просто не держатся деньги. Их, возможно, у него их даже и не бывает, да, потому что истероид в угоду своих, соответственно, так скажем, ярких потребностях в проявлении максимального социального статуса и привлечения к себе максимального внимания будет тратить эти деньги на шик и блеск. В общем-то, вы можете вспомнить фильм «Рокетмен», где Элтон Джон показан как чистый и яркий истероид. Он тратил огромное количество денег на свои костюмы, свои гулянки, пьянки. Вспомните, что такое гулянка, классическая вечеринка в всех этих, ну, американских фильмах и американском представлении, да, ну, по крайней мере, как в фильме это показывается, я не знаю, как это на самом деле в Америке. Но для истероида это же идеально, понимаете, вы выходите куда-нибудь на балкон или к бассейну, там в бассейне много женщин, вокруг много мужчин, вы выходите в своем дорогом халате, все на вас смотрят, вы, допустим, можете попросить, не знаю, выключить музыку, что-то прокричать зрителям, прыгнуть в бассейн, в общем, все будут как-то на вас смотреть, может быть, даже аплодировать, я не знаю, или еще что-то. Ну и, в общем, всякое такое. Плюс, так как у истероидов очень слабая психика в целом, и я это говорил, и, кстати, в Рокетмэне это показано, они очень часто становятся жертвами наркомании или алкоголизма. Поэтому, дорогие друзья, если вы общаетесь с астероидом, у него у вас есть в семье, будьте к нему внимательны и помогайте ему как-то немножко обустраивать жизнь, потому что, конечно, в этой жизни истероидам бывает сложно. Как они бы не показывали свое преимущество и, в общем, не проверивали своими какими-то достижениями, на самом деле им очень и очень сложно жить. С вами был Кравцов Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok